Доброе утро, добрый день, добрый вечер! Без разницы в какое время вы включили это шоу, самое главное, что вы с нами. Мы называемся Армейцы. Молодцы! Вместе должны быть Армейцы. Молодцы! Вот другое дело. И главные действующие герои это Саймон. И Макс Десюх, наш ведущий. Мы начинаем. Самая главная новость какая? Какая для болельщиков-армейцев сейчас, когда перерыв на национальной сборной. Ну, угадай. Дебют Андрея Лопатина в национальной команде. И какой дебют? Ты смотрел матч с Эстонией? Конечно, конечно. Андрей молодец. 8 положил. Андрей вышел в стартовой пятерке в 22 года. Это же очень большое достижение. Я предлагаю сейчас с ним связаться и узнать о его впечатлениях. Андрюх, здорово! Привет. Что, как дела после победы? Как настроение? Отлично все. Как ты? Переживал сегодня, нет? Да, я был бы был, но благодаря поддержке со стороны тренера и всего тренерского штаба, от игроков все получилось. Нашу поддержку армейцев и армейских болельщиков ты чувствовал через экраны телевизоров, Андрей? Я уже был заряжен еще до выезда. Да, мы тебе... Тебе пожелали удачи, сказали, чтобы защищал как мог. Как родину свою, да? Да, да, да. Понятно. Ну, как там в целом в Сталине? Строго все? Да, все строго, в маске все время надо быть. Если вышел без маски, что там что-то сказали, все, домой увозят. Сразу? На чем увозят? На Убери вроде бы за твой счет. Из Сталина до Москвы дорога будет. Вот, давай, мы тебя все поздравляем, ты большой молодец. Ждем тебя в клубе, потому что, сам знаешь, скоро игра Евролиги и возвращайся скорее. Вот, самое главное, береги себя и мы тобой гордимся. Хорошо, спасибо, что набрал. Приятно. Да, не забудь мне привезти что-нибудь из Дети Фри, ладно? Как договаривались. Хорошо, если будем, обязательно. В смысле, будем? Знаешь, можешь купить здесь где-то в каком-нибудь магазине и сказать, что купил в Дети Фри. Пятерочки, например. Как мы договаривались. Давай, береги себя. Давай, пока. Друзья, все прекрасно помните последний бросок Майка Джеймса в игре против испанского Реала. Это было невероятно. Помню свои ощущения, как я, срывая голос, кричал его имя и фамилию. Собственно, все то же самое делали и болельщики, находясь в мега-спорте. Саймон, я предлагаю тебе прямо сейчас вместе со мной попытаться прокомментировать всю эту историю, но только в разных режимах. Режимы у нас будут разные. Это испанские комментаторы, это после пробежки в 10 километров, не используя слова с буквой Б, в режиме слоу-мо, хочешь в туалет, и ты Димитрий Сетудис. Это будет непросто, но, думаю, смотрите, да, сразу же, как напрячься. То есть нам просто надо будет тянуть карточку, кому какая попадется, тот в таком стиле и озвучивает, рассказывает, как было. Хорошо, давай. Абсолютно верно. Кто первый? Как мы там с тобой в прошлом? Камано-моргано-чи-чи-ко, чи-чи-ко, чи-чи-ко. Ха-ха-ха, как я тебя попался. Ладно, давай. Что у тебя там? У меня называется «Хочешь в туалет?». Итак, Джеймс забросает трехочковый, он промахивается мяч под борт. Ай-яй-яй-яй-яй, у Клайбюрн, Джеймс, пока треха, е-е-е-е-е. Все, можно и концовку уже досмотреть самостоятельно, можно уже никуда не идти. Все здесь, да, оставил? С такой игрой валидольной, что уже, да, и ни момента не было, чтобы отбежать. Ну, давай, посмотрим, из какого-то теста парнишка. Не использовать слова с буквой «Б». О, это легко. Мне кажется, да, запросто. Ну, это вообще, давай, ну, баскетбол, бросок, да. Последние секунды этой встречи. Майк Джеймс промахивается, передача на треху, и еще один бросок. Точно попадай! Бросок, б-б-бросок. Значит, ты проиграл 1-0. А, что ты думал? 1-0, 1-0 проиграл. Слабоват ты, конечно. Хорошо. А как это ты бы заменил? Слово бросок. Стреляет из-за угла. Очередная попытка. Попадание, попадание. Ну, ты сказал бросай. Но ты же не знаешь, он же только выпускает мяч. А я же мог просто тянуть. Ииии, попадание! Так, ну ладно, ладно, как я тебе, а? Давай. Я прям уже в кураж вошел. Так, в режиме слоу-мо. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Там уже люди устали, просто перевели и все. После пробежки в 10 километров, это я сейчас должен дышать, да, типа? Ты сначала должен 10 пробежать, чтобы почувствовать, ты же к спорту равнодушен? Абсолютно. Судя по твоему телосложению. Абсолютно. И вот он выходит туда, бросок, но он не попадет. И снова и... Еще одна попытка это попадание в самец. Согласен, что плохо, но я старался. Ты думаешь, человек говорит, который 10 километров пробежал? Ты знаешь, я не бегал. Это было больше на что-то другое похоже в свое начало. На что? Я крею понюхал. В передаче могут и несовершеннолетние смотреть, я не могу им сказать, на что это было похоже, если честно. Я пытался видеть Бо. Испанский комментатор. Это надо Родригеса, ему сейчас позвоним по фейстайму, чтобы он помог. Испанский, а как испанский, на русском? Очень быстро. Джеймис собросает трехочковый, подбирает, кто-то хакет, подбирает, пасует на клаберн, клаберн, удар, дриблинг, Джеймис трех, показ, бросок. Свалом, есть! Молодец, Саймон. Спасибо, Бруссевич, вспотел, как ненормальный момент. Неужели мне достается? Каждый раз заново переживаю этот момент. Неужели мне и Тудис достается все-таки? Как мне хотелось, чтобы он достался тебе. Ну ладно. Ну давай. Видимо, это наш последний выпуск с тобой. Итак, давайте. Я готов. Это любимая жесть Тудиса, мне кажется, нет. Но все. Любая копия хуже оригинала. А мне особенно приятно представить гостя, который пришел к нам сегодня в студию. Это Вадим Бакунев. Это победитель высшей лиги КВН в составе Российского университета Дружбы Народов. Я не знаю, кто вы. Но я вас ждал всю свою жизнь. Мы на все согласны. Где подписываться? Рад, что ты делаешь? В этом доме жил наш отец, дед, прадед. А мы будем жить в Монаку, а что? Человек, который прекрасно играет в баскетбол и, помимо всего прочего, является сценаристом. Сейчас он об этом нам обо всем и расскажет. Да, особенно с того момента, как я играю в баскетбол. Да, вот расскажи о баскете. В какой момент он появился в твоей жизни? Он появился в моей жизни в восьмом классе. И так даже и закончился, когда нас разгромили какие-то большие дяди в соседней школе. Где играла команда более именитая, которая вообще всех громила. И вот этот час, я не знаю, сколько длился позора, я запомнил на всю жизнь. Как нас просто мочили со счетом 106, по-моему, это был счет. На всю жизнь запомнил именно эти минуты позора. А там еще все болели за них. И вообще нас как будто приехали линчевать просто. Нас мочили, мы такие, а что? О, как? То есть пытались бить шестиочковые, тогда знаете, с конца поля. Это на победу, да. Это был один сразу, если попал. Это была единственная тактика нашего тренера, который, по-моему, уже пил к тому времени что-нибудь в углу. Я идеальный гость вашей программы. Я слышу слово «баскетбол» от вас, когда вы меня приглашали сюда за последние лет, не знаю сколько. Я правда не слежу за баскетболом. Наверняка ты разбираешься в какой-то терминологии. Саймон только с тренировки приехал. И поэтому сейчас давай вот самые простые вещи, которые ты попробуешь расшифровать. То есть рубрика «угадай» термин. Да, термин, да. Например, я один, и ты продолжишь уже. Давай, давай. Пробежка, что такое пробежка? Где люди бегают, ну слушайте, наверное, что пробегают мимо кольца? Ну, пробежка, наверное, пришел на, как это называется, кстати, поле игровое, да, или что это? Площадка. Площадка, на площадку, вот. Ну, поле тоже, может быть. И пробежка, то есть и по кругу, или как? Ну, допустим, от кольца до кольца. Ну, этот баскетбол, наверное, это должно быть. Логично. Так что, давай, скажем так, пик-н-ролл. Ощущение, что это... В простонародье, я тебе дам подсказку, двоечка называется. Да? Ощущение, что это заказ в суши-баре. Пик-н-ролл, мне, пожалуйста. Я. Ну, а тут же двоечка сразу, может, это уже что-то из бокса больше подходит. То есть пик-н-ролл, двоечка, это одно и то же, да. А сейчас попробуй, Настя, пик-н-ролл, это, наверное, два раза как-то наступить, как это раньше было. Так было в баскетболе? Да, но сейчас переключило восемь человек, пока это рассматривает. Нет, ты сейчас два шага, это больше двух шагов, это уже пробежку ты сделал. А, вот что такое пробежка, вот мы и выяснили, друзья. Все, понял. Пик-н-ролл, ну, слушай, ну, что, два человека разыгрывают мяч. Вот, видишь, уже хорошо, да, да. Супер, да. Да, я думаю, что да. Что такое пивот? Пивот. Пивот? Пивот. Это пилот в произнесении человека с плохой дикцией. Пивот. Хорошо. Пивот нашего самолета. Давай ты. Пивот. Ну, давай. А, я думал, уже все, извини, Вадим. Пивот, пивот. Ну, допустим, я не знаю, бортануть соперника. Видно, что из мира спорта. Из удачного он знает, что надо бортануть просто человека, он идет. Так, типа, надо его бортануть. Тебе штраф за пивот. За что с команды могут снять 10 заброшенных мячей? Ну, то есть, вот был счет 75-80, становится 65, ну, да, за что? Ну, не знаю, опоздали. Опоздали на вторую половину выйти, в третьей четверти, задержались. Задержались, в раздевалке не вышли. Ребята, 10 минут вас ждем, все, минус 10 мячей. Нет, ну, хорошо, все, как бы, все близко. Думал, похоже, да, отлично. Молодец. Давай мы тебя познакомим с нашей командой. Давай. Вот сейчас будем смотреть их фотографии. Они все сейчас войдут в студию. Да, по очереди, потому что студия маленькая, ребята большие. И будем придумывать подписи к фотографиям. Ну, человек, как бы, пытается мяч... Я так понимаю, что сейчас он его забросит. Он, наверное, так подкинул его к себе, так раз, так его закинет в корзину. А они просто наблюдают, говорят, давай. Они вообще в других футболках, они из другой команды. Это соперники. А, соперники, да, наслаждаются. Может, они уже понимают, что он на штраф налетает, поэтому... Типа, чего напрягаться? Есть очковый. Что? Тот самый, когда снимут... Что он им говорит? Да. Помиритесь, ребята, хватит ругаться. Смотри, один говорит, почему ты побрился, ты нет перед матчем. Серьезное мероприятие, нас камеры снимают. Что за вид? Он вам объясняет, смотри, я бритый, он бритый, да, правильно? Так, это Уилл Клайберн, игрок. Отлично, уже приятно. Мне что нужно сейчас угадать, что-то, что он делает? Нет, ты просто как бы... Знакомлюсь. Да, знакомлюсь! Уилл, очень приятно. Настя, митя, Уилл. Вот, видишь, уже хорошо. То есть я уже знаю, как с ним... Да я вам такая игровая фотография, да, Уилл, увидимся. Что у него за татуировки там вообще? Там много всего. Там карта, когда мы его... А сейчас мне не редактируйся, это татуировки, наверное, когда кино снимаешь. Картой, компас. Очень важно, чтобы там не было призывов к чему-нибудь, там еще что-то. Баскетбол, там все нормально, да? Конечно, что процент. Только личное все. Но это соперники, так понимаю. Да, конечно. Прыгает кто-то из... Это Химки, это наш принципиальный соперник. Обычная химкинская фамилия. Ты видишь, Никола Милутинов ставит ему блокшот кончиками пальцев, там видишь, он прям блокшот, это как барри. Да, когда накрывают. То есть роллы это как суши, барри. А блокшот, это что в барри? Что это, блок, тебе конец после этого шота. Последний шот, который ты выпьешь в барри. Блокшот. И тут память потом выключается. Как ты думаешь, на какой высоте кольцо находится? О, это вот прям сейчас как-то. Ты хочешь стать миллионером, и я проигрываю в этой стадии. Ну и смотри, сколько высоко он вытрыгнул. Есть два варианта. Звонок другу можно? Три даже варианта. 2,50. Так. 4,07. И 3,05. Ну там есть правильный вариант? Или ты просто отбалдышка? 2,50, 4,07 и 3,05. Ну слушай, если баскетболисты там... Он один из самых высоких. Он на штангсовой. За два метра им надо при этом прыгать. Я думаю, 4,0, что там. 4,07. 4,07. И плюс он еще выше кольца. Это планы на вечер после победы. 4,07. Это что? Да. Он так 4,30 с рукой может это... Так, правильный ответ-то какой? 3,05. 3,05? Да он тебя обманывает. Он, видишь, специально за счет тебя утверждается. Это ты? Да. Да, но только руки ему раскачать. Он просто, видишь, в одежде по-другому выглядит. Там просто выражение лица такое. Это ты? Это у тебя нормальная абсолютно... Я очень пластичный, занимаюсь йогой. И у нас в конце так мы всегда прощаемся. Вот человек показывает, да, какой надо ему трофей выиграть в ближайшее время. Говорит, мне вот такой кубок, пожалуйста, ребята, к концу сезона. Команда РУДН была, оказывается, одной из любимых команд у баскетбольного клуба ЦСКА. И как-то мы подружились с Сергеем Валентиновичем. И... Да, да. Да. И я в свое время в команде РУДН писал все финальные песни. То есть я сейчас профессионалом этим занимаюсь, пишу песни, тексты песен. И ко мне позвонил наш директор Эдди Калаян. Он сказал, слушай, вот для Сергея Валентиновича нужно написать песню на заказ. Для меня тогда таких заказов не было. Я сказал, да, типа, а что там, ну вот у него там у отца юбилей, и надо вот написать. Я говорю, ну хорошо, мне нужно какую-то фактуру, информацию взять. Сейчас за тобой приедут. Со мной приедут. Черная Волга подъезжает, ты берешь свой чемоданчик. И на лобярком поехали. Синябишься, я погнал. За мной приехал черный Мерседес, меня отвезли, собственно... В лес. В лес, да, да, на Динамо, на базу, завели в кабинет. Абсолютно радушный Сергей Валентинович пришел, Вадим, привет, слушай, тут надо песню. Я сказал, окей, давайте... Что-то спросил, через три дня я приехал с текстами двух песен. Для меня это был первый опыт просто. И он читал при мне оба текста и говорит, мне все нравится. Я все буду петь, он сказал. Потом были разные заказчики. Теперь уже вот даже иногда с Сережей Жуковым сотрудничаю и ему пописываю немножко. И вот, кстати, написал песню, которую они пели вместе с Игорем Акинфеевым. Это же тоже с ЦСКА связано. Да, 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 да. Есть такая песня, называется «Мой друг». Можно найти ее на просторах YouTube. «Мой друг, ты уж меня прости». «Милый друг, не скучай». Нет, мой друг, это ты. Там припев из песни Игоря Крукова. А может, поем «Милый друг, не скучай». Ну, сами, давай. Я только «Милый друг» знаю. А у вас? «Милый друг, не скучай». А вообще, товарищ Леонтьев как-то связан с ЦСКА? Я не знаю, я не уверен, что он связан с ЦСКА. Вот и кончилась игра. Представляете, финальные песни были у ЦСКА. «Встретимся теперь едва ли, расставаться нам пора, но пока мы в этом зале». К разговору о Сергею Валентиновичу, это был потрясающий случай лично для меня, потому что я не знал, сколько попросить. Ну, в смысле, я вообще не понимал, как, ну, сколько, не было такого предложения на рынке физически. Ну, типа, сколько стоит песню написать? И он спросил мне, сколько стоит. Я сказал, да нет, Сергей Валентинович, мы у вас выступаем, корпоративы, меня директор команды попросил, мне несложно было. И он такой говорит, нет, так не пойдет, он сказал. Я вот профессионал в этой области, ты профессионал, ты должен за это получать деньги. Менеджер. И я сказал, а я вот честно не знаю, типа, вы меня сейчас, говорю, врасплох, ну, как бы застали с этим вопросом. Он сделал следующее, он открыл свой кошелек. Секунду, а сколько заплатили Вадиму Бак у него, вы узнаете сразу после короткой рекламы, не переключайтесь. В общем, Сергей Валентинович открыл кошелек, при мне достал кошелек, открыл его и достал туда все, что в нем было и отдал. 7 тысяч рублей? Тогда карточек еще не было. Это была огромная сумма. Я сразу скажу, по-по-по-по-по-по-по-по. Ну сколько скажешь? Да не, ну, в валюте или в рубля? В валюте, в валюте. Там была валюта. Говори, пожалуйста, вози. Он мне дал валюту, я вообще охренел. Это было как пять моих концертов в сборной Руден. Так, а в Рудене ты заработал 100 баксов за концерт. Это уже ваши догадки, друзья. Поэтому, честно, благодарю за этот жест. Для меня это было. И может быть, он заготовил два кошелька в карманах и знал, что сейчас вытащу. На, запомнишь на всю жизнь. Круто было. Классная история. Правда. Да, Сергей Валентинович молодец. А вот смотри, если бы я был актером, да, ну ты же вот пишешь сценарий, да, ты продумываешь образ там героя, например. Что он там, какие у него привычки. Ты это, ну, воображаешь, как все представляешь, как он одевается, его походку там. У меня было пару небольших ролей в наших промо-роликах к сезону. Мы тебе сейчас покажем. Я должен догадаться, что там за образ. Нет, 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 ты просто посмотришь и потом сам попробуешь какой-нибудь образ мне. Вот придумай какой-нибудь сценарий, кого бы я мог сыграть. Ты сейчас в таком образе, там реально водила из 90-х, такая кожаная куртка, такой тип, знаешь, который, ну, там, ну, который в баскетбол не стал играть, потому что кого-то убил просто и отсидел. Но очень большой фанат этого всего делает, знаешь, такой, типа, иногда можешь. Или, знаешь, это такой реально чувак, который на стрелке выезжает и убивает мечом людей. Ну, это просто... А тебя не смущает перебить, а высота автомобиля, на котором мы выезжаем, на стрелке с Atelahunter, нет? Ну, слушай, знаешь, это проблема вечная, когда, ну, там, человек, который ищет автомобиль, потом на съемку приезжает, ну, вот, ребят, слушай, нашел. И ты говоришь, а ничего, что у нас актер 2.20, ну, как бы, что за дела? Ну, хорошо. Ну, это, видишь, это первое, это первое мой... Это первый дебют, да? Да, 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 видишь, такой коротенький получился. А скажи мне, Семен, тяжело тебе быть дублером звезды? Это просто моя работа. Забить трехочковый или взять важный подбор. Да, синяки проходят не сразу, но я не жалуюсь. Э, ребят, можно потише? Изнить, пожалуйста. Ну, слушай, ты здесь очень похож, знаешь, на человека, которого реально продают, ну, типа, пришел такой агент, говорит, слушай, нормальный тип, хорошо играет. Не, надо меня продавать. Ну, или, там, давайте, напиши, вот, сериал ты будешь писать, какую роль бы ты мне... Вот сейчас два моих коротких портфолио посмотрел. Тебе нужны героя положительного. Тебе нужны, знаешь, ты положительный, блин. Ну, а я что, отрицательный подходил? Ну, видимо, да. Тебе можно играть, но ты будь готов к тому, что тебя, скорее всего, на роль каких-то, типа, версий. Вот как раз Саймон из фильма «Жмурки». Подходит, да? Сто пудо. Ну, все. В этом есть. Надо плач купить. Ну, мы же знаем, что Дюжев вообще добряк. Чувак добряк. Он очень много, да, друзья. То есть для него это не характерная роль, и это очень круто, особенно, когда ты приглашаешь кого-то на роль. Есть такой секрет для тех, кто делает кино. Если вы хотите пригласить какую-то звезду, типа, ну, не знаю, Дмитрия Нагиева или, там, ну, какого-то прям мощного персонажа, надо попытаться предложить ему ту роль, которую он еще не играл, чтобы ему было интересно в это ввязаться. Вадим, предлагаем тебе эксперимент. У нас не так много пока выпусков этой передачи, вот, поэтому мы что-то добавляем, жанр. Ну, ты знаешь передачу, что было дальше? Да, смотрел, ну, так, фрагментами, да. Вот. Ну, суть такая, прилюдное унижение людей. Да, но мы не будем друг друга унижать, потому что вы воспитанные. Мы, я сейчас буду рассказывать историю. Ты как сценарист, у тебя есть опыт сценария, да, пишешь песни, ты попытаешься отгадать, додумать что-то, смешную концовку моей истории, а я потом расскажу правду, как все это дело закончилось. Окей. Попробуем? Давай попробуем. Макс, ты как? Я, скорее всего, не стану, но буду помогать, давай. А, хорошо. В общем, 2012 год, Олимпиада в Лондоне. Так. Ты дома смотришь по телевизору? Нет, нет, я в деле, я в деле, я в Олимпийской деревне. Смешу, что на этом закончилось. Да, и все, да, да. Олимпиада в Лондоне. И пацаны выиграли, и молодцы. А, слушай, ну медали раздавали, ну давай. Вот. И мы заселились там, футболисты, волейболисты, баскетболисты, они вот как заехали в день открытия Олимпиады, и до самого закрытия, если ты дошел до финальной стадии, там и находятся. То есть люди уезжают, а мы там... Номера проплачены, суточные дают, что уезжать? И напротив дома сборной Австралии, у них был такой пятачок, и там стояли три страуса. Логично. Ну, какой-то, видимо, символизируется Австралия, не знаю, ну не кенгуру, а страусы, почему-то я не знаю. Там тоже есть страусы, потому что, видимо, я не был. И ни в три счета других животных. Напротив нашего дома ничего не было, потому что, видимо, это надо было за свой счет привозить, мы решили как бы оставить. Мы выставили трех игроков просто. Да, и когда начался турнир, я сказал, я говорю, ребята, если мы возьмем медаль, я как бы постараюсь украсть этого страуса и как трофей привезти домой. И все, как бы все ребята это запомнили. Такая интересная схема у ребят. Кто медаль, кто страусы, он хоть чем-то правит. И все, мы, значит, играем турнир, так хорошо идем, идем, все, выигрываем бронзовую медаль, все, на радость, значит, отмечаем, празднуем, возвращаемся в деревню. Ну и мне ребята говорят, ну что. А страусов-то уже нет? Нет, 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 там все на месте. Но это уже как бы глубокий вечер, уже чуть, ну, уставшие. Мы идем, мне ребята говорят, ну ты же обещал, давай. Ну хорошо, я иду, так, конечно, ссыкотно, если честно. Представляешь, в Олимпийской деревне, это же не просто где-то взорвать страуса. Да и тут страус, тем более, мало ли там австралийцы меня сейчас догонят. Ну да, это же не Нижневартовский. Ну и согласен, тем более там страусов знаешь сколько. Так. Все сидели. Я подхожу, значит, там три страуса, я пытаюсь первого взять, то ли они забетонированы были, то ли уж, ну, у меня не получилось. Очень смешно, если у этого была какая-то видеосъемка. Если это было, это было вообще. Я подхожу ко второму, начинаю пробу, вырываю, ну, одна нога остается как бы в земле. И тут страус подался, да? И побежал. Страус. Нет, я хватаю страуса, получается, одна нога остается в земле, и у меня такой одноногий страус. И я начинаю бежать как бы к нашему корпусу, чтобы меня никто быстрее не увидел, не поймал, ничего не крикнул. Пока Саймон бежал, кто-то крикнул, Саймон испугался. Ты голову зарыл в песок просто рядом со страуса. Это могло быть, да, потому что бетон был, как бы, было чуть сложнее. Так. Я хватаю этого страуса, бегу, и мне на встречу идут, извините, два констебля. И такие, мол, типа, стой, ну, да, я как бы, ну, я же со страусом, то есть я русский, я должен с медведем быть, забаловать. Стой, ты в кино снимался, мы тебя не живем. И он, как бы, они все, они по форме все-таки, мол, стоп. Так. Что было дальше? Пусть ваш товарищ одноногий предъявит документы, понимаешь, что ли? Да. Одноногий страус. Не, ну а что они могут сказать, типа, молодой человек? Верните на место. Это уже твоя версия или ты просто совещаешь со мной? Нет, я совещаюсь не с тобой, а с Вадимом, но смотрю на тебя. Я тебе не буду подсказывать. Хорошо, не подсказывай. Молодой человек, у вашего страуса нет ноги. Давайте вернемся, заберем. А если спрашиваешь, а где ты такое взял? Ох, скоро же Новый год, через 7 месяцев. Где ты его взял? Я тоже такое хочу. Давай, констебля, подходит, ты уже где взял? Мужик, где дают страуса? Так, они же могли вообще про страуса не спрашивать, чисто теоретически. Ну, подожди, но это полицейские, да, они, как бы, при исполнении, они видят, что происходит, как бы, преступление. А ты видел, они прямо видели, как ты воруешь. Ну, конечно, но они вот передо мной практически, я-то их не видел. Не, они просто ненавидели сборную Австралии, они сказали, молодец, братан, так им надо, забери еще. Ну, они же меня остановили, они не дали мне просто так уйти, как бы, с добычей. Ну, они могли сказать, что, типа, молодой человек, вы, если вы демонтируете страусов, вторых тоже доделаете уже. Ну, то есть еще двоих. Забирай всех. Типа, выноси, они же не знали, кто это идет. А ты скажи, это была юмористическая концовка все-таки или нет, или это прям очень серьезно? Ну, как ты думаешь, констеблями может, юмористическая? Ну, может же ведь фактически бронзовый призер Олимпиады шутить. Ну, а на мне же не написано, что я бронзовый призер. Ну, ты же находишься, я так понимаю, в этом лагере. Там тысячи человек. Там же три страуса стоят. Да. Говорят, мол, человек, вы взяли золотого, берите бронзовую, бронзу взяли. Остаемся на этом в варианте. Да. Нет, ты думаешь, что что-то реальное произошло такое, что, типа, человека просто посадили в тюрьму. Я же вернулся, я же перед вами, ребят, правильно? Ну, это восемь лет назад было дело. Восемь лет назад? Ну, то есть можно было семь отсидеть, да? Как минимум. Ну, слушай, что они могли сказать? Слушайте, страусов нельзя выносить на территорию. Пойдите назад привинтитесь. Актишная версия. И он прикручивал назад это все. Да, я думаю, что тебя могли заставить перекрутить его обратно. Я думаю, что это самая логичная версия, которая могла бы быть от нас. В общем так, в то время, когда я воровал страуса... Не получилось у нас, да, передачи? Ребята стояли, ну, как бы чуть-чуть подальше, не знаю, как. Не на шухере они стояли, не знаю. Ну-ка, они смотрели. И, значит, я с этим страусом тут идут два констебля, меня принимают. Ну-ка, стоять. Я думаю, все. Ну, как бы, ну что, что я сейчас буду не снять? Медаль. Со своим английским. Во-первых, speak from my heart тут начнется сразу. Саппинг лишь два твой любимый. Тут страус, как бы, и что делать? Они, видимо, все прекрасно понимают, что мы, как бы, уже... Уже не трезвые. Уже отдыхаем, то есть... Ну, он так меня тормозит такой. Я останавливаюсь, ну, все, думаю, как бы, все, сейчас... Скандал будет международный и прочее. Они говорят, можно сфоткаться? Я говорю, давайте. Они, значит, один отдает свой телефон второму, ну, полицейскому. Мы им по очереди, значит, страус, я и полицейский. Мы сфотографировались все, и они говорят, ну, все, типа... Все, они меня отпускают, значит, мол, все, проходите. Ну, не стали сопровождать ничего. Я с этим страусом быстрее к нам в общагу туда забегаю. Все, трофей, слово сдержал. Вот, на следующий день мы пытались еще вывести страуса из Олимпийской деревни. Но на последнем КПП нас завернули, к сожалению. А сколько весел страус-то? Он был достаточно приличный. Я не могу сказать, но, во-первых, он был объемный. Не, просто мне интересно, как такие мысли в голову приходят. Зачем вам нужно было его ввести в Россию вообще? Нафиг он его... То есть вы приехали... Раннее утро... Ребята, мы... Ребята, ЦСКА, собирайтесь все, вот, соберитесь. Мы привезли страуса. Трофеи, ну, заходи, вот, трофеи. Не дали где, да? Трофей, трофей, трофейный. Так украли бы что-нибудь по посередине. Там ничего не было. Классная вообще. Ну, там у меня еще есть истории. Ну, как бы они... Давай, для следующего выпуска сохранить. Вдруг дети будут смотреть там, чтобы не... Лондон на следующую Олимпиаду заявку выдвигает. А еще у нас будет... Шесть страусов, чтобы российским... Чтобы... Россиянам хватило. Чтобы баскетболистам хватило. Друзья, хочется сказать огромное спасибо каждому из вас, кто провел время с нами во время этого эфира. Почему два раза опять время сказал? Ладно, говори уже, представляй наших звездных гостей. Ты просто мечтаешь работать в программе «Время». Да. Там часто говорят и сразу. Саймон. Вадим, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Вот. Нам очень понравилось. Супер. Надеемся, что будем продолжать. Приглашаем тебя на наши матчи. Приходи живьем на баскетбол. Спустя много лет уже прошло. Синьки же остались еще? Спасибо. Я надеюсь, что там-то меня не будут унижать. Я просто буду смотреть это все. Ты получишь настоящее удовольствие. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Я надеюсь, что я не испортил вашу программу. Это было очень круто, потому что это самое рейтинговое баскетбольное шоу на просторах интернета, которое называется «Армейцы. Молодцы». Всем спасибо. Пока. Скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok